МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Миссионеры Сергей Бегун и Георгий Распутков отправились в Улан-Батор для продолжения служения миссии «Бог усмотрит» в Монголии. В течение первой недели мы, по милости Божьей, смогли найти здесь в аренду квартиру и сняли эту квартиру в аренду. В первое воскресенье нам удалось побыть на служении здесь, в местной церкви или в собрании христиан, и мы с ними провели это время в общении, в чтении Слова Божьего. Конечно, нам их было не понять, потому что служение проходило по-монгольски, но местописание могли читать и с этого понимать, о чем идет тема. После служения мы пообщались с нашими новыми братьями и сестрами во Христе. Также мы познакомились с одним человеком, который работает в парламенте, который посоветовал и нам устроил встречу с работником парламента, который является председателем комитета по ходатайству. С ним приехал его адвокат, и они нам посоветовали, как мы можем начать вообще процесс регистрации детского дома и в будущем миссии здесь, в Монголии. И также они дали нам информацию о местном детском приюте, который здесь находится, которого содержащие являются христианами. И если Господь даст, то у нас намечена с ними встреча или в понедельник, или во вторник, чтобы посмотреть их детский приют и также у них узнать информацию о том, как мы можем начать этот процесс и как дальше его продвигать. Съемки фильма «Раннинг» прошли успешно, и на данный момент идет видеомонтаж. Презентация картины ожидается в июне 2015 года. Трейлер же можно будет увидеть уже в апреле. Я хотел бы рассказать несколько таких свидетельств, одно из которых есть. У нас очень часто дети болеют, потому что вода, которую мы пьем, она не есть очень чистая. Так как у детей слабая иммунная система, они болеют, и очень часто нам приходится быть с ними в госпиталях, брать анализы крови и делать все, что мы можем, давать им всякую медицину, чтобы они выздоравливали. И буквально на днях Бог расположил сердце одного врача, и Он просто знал о нас, Он слышал о нас, Он слышал о том, что мы делаем. И Бог просто расположил его сердце, Он взял с собой несколько людей, они приехали, и они просто бесплатно, без ничего сделали анализ крови для всех детей и дали нам сразу результаты, каким детям что нужно, какие витамины, что мы можем сделать, чтобы их иммунная система повышалась, чтобы лучше работала. Мы просто благодарны Богу, что Он действует, Он совершает свой труд. Также другое свидетельство, которое я хотел бы рассказать, это буквально три недели в начале марта. Бог дал нам такое желание, чтобы открыть новую точку здесь в Индии, где трудится наш местный пастер, брат Бищу. И мы отправили группу миссионеров, трех человек, и они полностью 24 часа, 7 дней в неделю, они трудятся там, они там живут, и их главная задача – это посещать людей, посещать новые села, посещать церкви, которые открыты, и просто проповедовать, нести им весь Евангелие. И сегодня прошло почти месяц времени, с этого времени, как они туда поехали, и мы смотрим и видим большой результат, как Бог исцеляет людей, как Бог касается людей, люди каются, люди хотят слышать больше о Боге, и мы просто видим, как Бог прекрасно просто открывает дверь, чтобы открывались новые церкви, чтобы открывались новые служения, и мы просто благодарим Бога за это, и хотим, чтобы еще более и более царство Божие, слово Божие проповедовалось среди этого народа. Сомали является одной из самых опасных стран мира, где обстановка постоянно напряжена в связи с высоким уровнем преступности, военными действиями и радикально настроенными мусульманами, которые считают белых людей неверными, просто взглянув на цвет кожи. Но несмотря на опасность, состоялась вторая поездка миссионеров и служителей в Сомали, одной из целей которой было оказать помощь детскому дому. Сейчас мы закупили продукты для детского дома, все от сахаря до муки, и рис, и вермишель, и очень много другого чего. И много что мы закупили для деток, для деток грудных младенцев, формула покупали, и для старших деток, чего купились, медицины, и памперсы, и другое, чтобы у них было немножко в запасе всего. Кроме продуктов питания, медицинских препаратов, средств гигиены и многих других необходимых вещей, на смену старых порванных кусков поролона дети теперь будут спать на новых матрасах. Команда миссионеров также имела возможность посетить район, где живут очень бедные люди. Их дома построены из мусора и тряпок. Эти люди очень нуждаются в медицинской помощи и продуктах питания. Они просто хотят медицинскую помощь, помощь с ежой, с водой, у них ничего нет, они просто помощь хотят. У них гроши, просто хотят, чтобы кто-то помогает. Проповедовать об Иисусе Христе в Сомали очень опасно. На каждом углу стоят мусульманские мечети, а радикальные мусульмане агрессивно настроены против белых людей. Если местный житель станет христианином, он и его родственники могут быть побиты камнями. Несколько дней назад мы имели возможность быть на острове здесь, в Банладеш, для проповеди Евангелия, а также проводили семинары для наших миссионеров, которые приехали из разных штатов Америки, и тех, которые покаялись уже здесь. После очередного служения в нас была горячая молитва, во время которой собралась большая толпа мусульман, окружив то место, где мы находились. Они со злостью начали выкрикивать что-то на местном языке. Обстановка была очень напряженной. Помолившись за них, мы с братьями договорились, что выходим с помещения к ним, отправивший всех миссионеров по их комнатам. Остался я и несколько братьев. Когда мы вышли, они все же кричали, но один из наших братьев начал свидетельствовать, что сделал в его жизни Господь. В это время Бог чудесным образом вступился за нас. К нам в защиту стал один из местных полицейских, и за короткое время он разогнал всех. Слава Богу! Молитесь, пожалуйста, за этот остров, Сейт-Мартинс. Среди населения 7 тысяч человек, там нет ни одного христианина. Одна из целей миссии «Бог усмотрит» для Бангладеш – это строительство четырехэтажного здания для детского дома, миссионерского центра, церкви и школы для служителей. Благодаря молитвенной и финансовой поддержке партнеров, строительные работы на территории детского дома продолжаются. До конца апреля планируется завершить устройство кирпичного ограждения и начать строительство фундамента основного здания. Все запланированные на этот год строительные работы нужно успеть закончить до начала сезонного наводнения. Апостол Павел говорил Тимофею, что как добрый воин Иисуса Христа, «Переноси скорби, совершай дело благовестника». Он ему говорил, что у тебя будут скорби, но ты их переноси. И мне кажется, особенно когда ты служишь Господу, и ты находишься в центре Божьей воли, это могут подтвердить множество людей, которые служат Господу, то ты всегда под атакой. Враг целится по тебе. Он пытается тебя убрать в сторону, чтобы твои руки ослабели, чтобы ты разочаровался, и чтобы ты забыл свою цель. И он это всячески делает. И поэтому приходят и скорби, приходят трудности, приходят сокрушения духа, сокрушения сердца. И приходят моменты, когда думаешь, может быть, зачем только я один это делаю. Но как Иеремия говорил, «Сказал я, что я больше не буду говорить о имени Господнем». Но он говорит, что горел огонь, как заключенный в костях моих, и я не мог удержать его, и я пошел. То есть он пошел исполнять волю Божью. Поэтому двигает огонь Духа Святого. Потому что по мере скорби Господь дает утешение. Бог, как брат Петя говорит, он в такие тяжелые моменты посылает людей. Может, иногда поступит телефонный звонок, и от кого совершенно не ожидаешь, они просто тебя ободрят. Скажут, что ваше служение, оно приносит большое утешение для многих людей. Или какая-то мать позвонит и скажет, «Я вас очень благодарю. Пять лет назад вы вложили в моего сына. Он был просто пропадшим человеком. И сегодня он продолжает служить Господу. Я вас всегда вспоминаю в моих молитвах. Я всегда благодарю за вас, Господа. И через это опять мы вдохновляемся. Поэтому бывают скорби, но двигает Господь. И Бог побуждает идти вперед». Я еще раз скажу, добавлю, как для того, что у меня был случай такой, много было таких, но один из них. Я просто разочарован был, сидел в кресле. И еще меня открыли центры обилитации. Только думали, искали, много домов просмотрели. И я так сижу, думаю, слушай, а зачем оно мне вообще от этого сдалось? Вот эти наркоманы, вот это за ними бегать, и тому подобное. Я, знаете, думаю, буду ездить на миссию, ходить в церковь, жену любить, детей и тому подобное. И так начал рассуждать, и думаю, может, мне пересмотреть, может, я не взялся за ту работу, которую мне Бог вручил. И только я подумал на это, и поступил телефонный звонок Валерия Решетинского, может, кто знает его, пастор церкви из Киева. Он говорит, «Брат Петр, я хочу встретиться с тобой». Я слышал, что вы хотите открывать центр обилитации, и я хочу встретиться с тобой. Ну, я говорю, хорошо. Вот я сажусь в машину, завожу, встречаю его, привожу домой, сажусь в то же церковь, в то же самое кресло, где я был разочарованный. И он мне начинает объяснять, «Ты, говорит, просто не знаешь, что это такое за служение. Это такое славное служение. Мы имеем центры обилитации, мы имеем великую успеху, хотя в Соединенных Штатах еще их не было, несколько только хотели попытаться открывать, но их не было. Это 10 лет назад». И он говорит мне, что очень сильное и мощное служение. Говорит, у нас был такой случай, один брак поднялся, и он хочет проповедовать Евангелие. И его жена в положении, и он собрался ехать, и его никто не может остановить. И когда я попытался его остановить, он просто наклонил в голову свою, посмотрел ее, слезы текут, прямо капают на асфальт. Я ему сказал, «Толя, я тебя благословляю, я тебя хочу отпустить». Обратился к его жене, и говорит, «Отпускай его на это служение». Потому что, говорит, этот человек зажженный огнем. И когда он мне сказал вот эту мысль, я понял, что это люди, которые особенно полюбили Господа, потому что им очень много Господь простил грехов, и с ними можно будет работать. И он сказал, что этого, говорит, человек позвал, говорит, свою маму один раз на служение. И много людей было, тысячи людей. Говорит, приносит, говорит, ей вот такой, говорит, букет цветов большой. Говорит, «Мама, я приносил тебе только горе, скорби, переживания, но сейчас я хочу при всей церкви подарить тебя, сделать что-то доброе тебе, прости меня». Это были слезы, и тому подобное. Этот человек уехал на евангелизацию и служить Господу. Потому, когда он беседовал, когда он вдохновил меня, как Джанин сказал, что есть людей Господь посылает действительно к нам, чтобы ободрить нас. Я ободрился, я понял, что действительно нужно открывать. Мы ехали, искали, искали. И в 2005 году Бог призвал Джани на служение, Бог признал других братьев. И мы открыли первый реабилитационный центр в городе Портланд, Орегон. Поэтому это началось, это служение, и затем уже началось открытие церквей. Да, слава Богу. Дорогие друзья, я хочу обратиться тоже к вам. Насколько важно поддерживать братья в молитве, насколько важно поддерживать в молитве даже труд. Если иногда порой даже у нас не имеем такой возможности куда-то может или поехать, или как-то сами что-то сделать, нет такой способности или возможности, то, дорогие друзья, молитва, это тоже всегда очень такой сильный, мощный инструмент, как мы только что слышали. Я верю, это тоже по молитвам людей, что это все продвигается, по молитвам людей, что все движется вперед только по молитве, потому что если мы в Деянии смотрим, что всегда, когда были великие победы апостолов, всегда церковь, она дома молилась за апостолов, церковь, она всегда дома молилась, когда был Петр даже заключен по молитвам, а по молитвам церкви эти цепи не упали, а по молитвам церкви была охрана всегда, и приходило это помазание. Дорогие друзья, давайте не будем это забивать, тоже поддерживать, и если мы даже будем молиться со служением, мы тоже как бы влаживаем нашу лепту в это. Если у миссионера или у служителя очень трудно, он готов сдаться, он опускает руки, и мы молимся за него, и Бог отвечает на молитву. Через него может приходить грешник к покаянию наша лепта, дорогие друзья, не то, она тоже вложена. Даже примером Моисея, когда у него собевали руки, когда поддерживали его руки, была великая победа, дорогие друзья. Я тоже хочу призвать, чтобы мы поддерживали это служение даже в молитвах. И мы будем тогда видеть великую славу Божию. И, брат Петр, вы как сказали, что открылся первый рэп-центр в Порненде-Орегоне. Но сейчас мы видим, что уже открыты пять разных видов служения, как мы уже говорили при начале эфира. Это было ли у вас запланировано сначала? Как это все именно развилось? Вы хотели сразу, или как Господь именно повел вот в этом направлении, чтобы открыть эти пять служений? Нет, у нас не было. Это постепенно появлялось, и Бог нас, просто огонь Духа Святого двигал нас, и каждый раз переходил от силы в силу, от благодати в благодать. И Бог нас привел к этому, что сейчас у нас очень много церквей, семьдесят церквей и групп, пятнадцать, шестнадцать центров реабилитации, четыре детских дома. Вот в Хондурасе, на Украине, Индии, в Кении, вот мы только возвратились из Кении, было открытие, кстати, вместе с Джаном, вот, и другие братья были, вот, на открытии детского дома, мощнейший детский дом, большой забор, все так устроено, благословенно. Его построили румыны, даже, ну, не наши славяне, вот, как бы, румыны брать. Бог так открыл и благословил. И потому мы получаем откровение от Господа, и мы не ездим просто по своему интеллекту, где мы хотим видеть, а мы едем там, где видеть хочет нас Господь. И мы, как бы, всегда видим видение Божье. Вот. И потому я никогда не думал, я никогда даже не подозревал, что Бог сколько мощно начнет действовать. И потому мы открыли центр реабилитации по одной причине, что мы возлюбили Господа, и мы возлюбили людей, которых умер Иисус. И в нашей миссии, в нашем братстве, которое открылось, не имеет никаких национальностей, там, притеснений, или как-то, вот, у нас там, украинцы, русские, мы открыты ко всем. К африканцам, индейцам, у нас есть в церкви индейцы, сейчас с Африки приезжают люди, с Пакистана, со всем. Мест мы, вот, открыты ко всем. Насчет того, что мы открыли, значит, церковь, мы не собирались даже открыть, мы просто имели желание спасать грешников, как Джанин сказал, спасай взятых, убиение, он постоянно это, цитирует, это место священописания, притч, по-моему, 22 глава, 24, 24, что спасай взятых, нас пять. Вот мы начали спасать взятых смерть, и вот получилось вот такое. Потому, когда мы открыли первый центр реабилитации, приехал Владимир Иванович Величко, вот, епископ из Украины, он тогда был в России, и он сказал, что если вы не будете открывать здесь церковь, то вам нечего открывать реабилитационный центр, и я не буду в этом участвовать. И Господь, как бы, поставил меня в тупик, вот, и он мне сказал, что теперь, брат, вот, ты сейчас должен здесь быть пастырем, здесь открыть церковь, и, значит, надо, чтобы была здесь церковь, которая могла бы принять этих братьев, этих сестер из центра реабилитации, и даже спасать людей, неверующих, людей, которые оставили церковь, наша цель вот такая. И потому я начал просто смеяться, еще мою жену, стоп, я говорю, Наташ, представил, Господь говорит, через этого человека, чтобы церковь открывать, и я там пастырь, я говорю, просто смешно для меня, какой из меня пастырь. Но, я увидел интересное видение, которое Господь открыл. Я увидел своего отца, который сказал, что мое служение уже подходит к концу, он был служителем 55 лет, и в вузах сидел 25 лет, осужденный, он сказал, что служение мое уже окончено, и Господь тебе дает это служение, ты бери, не бойся. И в знак того, чтобы ты не сомневался, дочь твою, которой 12 лет, я крещу Духом Святым через три дня. И тогда ты узнаешь, что это Бог тебе дает это служение, а не человек. И таким образом, вот, прошло три дня, еще Господь не крестил Духом Святым, я говорю Наташей, своей жене, Господь сказал, если крестить, значит, аминь. И таким образом, Господь, через три дня крестил мою дочь Духом Святым, и Господь, можно сказать, открыл служение это, и мы открыли церковь. И тогда я сказал, ты уже благословляй меня хоть на апостола, хоть на епископ, а мне уже все равно, потому что я знаю, лично, что Бог избрал для служения. Почему мы уверены, говорить, вы там, как бы смелые или гордые, нет, мы просто смелые, но не гордые, мы очень простые люди, мы идем, зная, что это делает Господь. Эту церковь, открыл Господь, она созидается, от нуля, сейчас у нас уже 400 членов, только в Порцлоне, и в других местах, поэтому молодежь движется, молодежь видит, и мы довольны, мы очень довольны, что Иисус не ошибся, и мы сегодня хотим не подвести Христа. И мы всегда говорим, Господи, дай мне, чтобы я и друзья мои, и братья не подвели Тебя. Понимаете? Мы стараемся во все усилия трудиться день и ночь, и еще, я думаю, что Бог еще больше на нас рассчитывает, потому что Он стоит за этим делом. Это было, можно сказать, первоначальное наше служение в Портлоне, Я хочу добавить, что в самом начале у нас был такой девиз, что спасай взятых на смерть, и неужели ты откажешься от обреченных на убиение? И мы думали, что центр, вот мы откроем этот центр, и будем в нем трудиться, и в нем помрем. Может быть, в нем на пенсию пойдем. У нас только наркоманы одни были в голове, и мы думали, что только так будем идти. Но Господь, Он начал давать откровения, Он начал направлять. Он однажды в ночи пробудил брата Петю и сказал, бери телефон, звони в Индию. Вот. И брат Петя думает, что это такое? Господь говорит, я тебе даю знамение, что подниму телефон, когда позвонишь тому миссионеру, который когда-то посещал вас оттуда, Он скажет, Петр, помоги нам, и знай, что я посылаю вас туда. И точно так произошло. И это была первая поездка в страну Третьего мира. Начался труд там. Господь дал контакты, дал там подтверждение. Началась стройка детского дома. И Господь просто начал вести за пределами центра реабилитации, за пределами поместной церкви. И так прекрасно доверяться Господу, и очень прекрасно, когда это не твои выдумки, и твои планы, а когда ты уверен, что Бог тебя ведет, потому что Бог дает тебе подтверждение. Он знамение тебе показывает на пути. И вот я вспоминаю слова апостола Павла, он говорит, я уверен в том, что я ни в чем постыжен не буду. Вот. Но что или в теле моем, или вне прославится Господь через жизнь мою. И вот как прекрасно иметь эту уверенность в Господе, что то, что ты делаешь, это по Его повелению, и поэтому ты постыжен не будешь. Трудности ли встретятся, проблемы, или еще что-то, но ты знаешь, что если Бог послал, Он совершит. И поэтому очень легко потом идти вперед, когда ты уже видишь почерк Божий. И вот как брат Петя говорит, мы начали с центра, Бог дал церковь. Мы думали, вот с пяти человек началась церковь, будем мы служить в церкви, а здесь Господь открывает Индию. Поняли, там нужен детский дом. Начали строить детский дом, проходит время, Господь открывает Африку, посылает туда. Началась там работа, сейчас в Мозамбике 34 или 36 церквей. Вот. И потом Бог просто начал расширять этот диапазон до того, что Он говорит, у вас много труда, вы трудитесь в многих странах, у вас есть репцентры, есть церквя, но нехорошо посылать неподготовленных, и поэтому возвратишься ты домой. Брату Петю было пророческое слово на Украине. Возвратишься домой, посетишь церквя и скажешь, что открывается миссионерская школа. И я призыву многих молодых людей, ибо нехорошо посылать неподготовленных. И вот мы сели в круг, говорим, а с кого будем начинать? А кто будет там преподавать? И говорим, хорошо, делаем шаг веры. И Господь так устроил, что сейчас 22 предмета, если я не ошибаюсь, в миссионерской школе преподаются. 90 студентов было в прошлый набор. Открылась летняя подростковая школа, разные программы, там Solid Foundation, Твердые основания, где приезжают и родители, приезжают бизнесмены, на 10 дней, чтобы обновиться в Господе, чтобы утвердиться в Господе. И очень много таких программ началось. Эта школа потом, дупликат, на Украину пошел. Сейчас на Западной Украине разворачивается эта школа, в Львове. И Господь дает ведение, эту школу в Африку, сейчас тоже начать там, потому что церкви растут, молодые люди каются, и они говорят, мы хотим служить, и надо их обучать. И поэтому Господь просто полагает, что надо там, в Мозамбике, открывать для Южной Африки миссионерскую школу. И чем больше Господу служишь, чем больше верой шагаешь, чем шире Он расширяет твой диапазон, и Он расширяет твои границы и твои пределы. И я верю, что это Божья воля. Вот, я знаю, мы должны скромно о себе помышлять, но Слово Божие говорит, если верный малым, то над ноги будешь поставлен. И Господь это делает, Он ищет тружеников, и кого находит, если не справляется, Он больше дает труда. И поэтому это служение, оно растет, оно расширяется, и мы даже не знаем, что Бог будет делать в дальнейшем. Мы не знаем, какие еще служения могут родиться, что Бог еще будет делать, но Господь, Он являет свою славу. Я еще хочу добавить до миссионерской школы. Вы дайте хорошую информацию, чтобы люди увидели, услышали. Друзья, приглашаю вас в миссионерскую школу. Миссия Бог усмотрит. Сейчас у нас 70 студентов, они все разъедутся через короткий срок по странах третьего мира, везде, куда их Бог направляет. И следующий набор будет в августе месяце, на 4 месяца. Это, значит, миссионерская школа. Также есть следующая программа Юнос для Христа, у нас на 2 месяца подростки. Люди, которые имеют еще совершенных лет, они летом, у нас есть для них программа. И также Славик Фоллендейшн, как она называет, твердое основание, тоже есть, значит, вот такая школа, на неделю. И люди приезжают, и очень сильно получают благословение Божье. Поэтому пусть вас будут благословить. Если вы на Украине, мы вас приглашаем, нас во Львове есть школа, и будет тоже начало, вот сентября месяца, вот, мы тоже приглашаем вас, чтобы вы подсоединяетесь. Там есть телефон, если выйти на веб-сайт, который наш брат повторит вам, вы можете туда прийти. Дорогие друзья, да, я тоже хотел подметить именно это, тоже пригласить вас. Если вы хотите знать более такую подробную информацию или контакты насчет миссионерской школы, в миссионерской школе тоже есть свой веб-сайт. Я вам повторю, сейчас это www.gwpms.org www.gwpms.org Там вы можете подробную информацию знать о этих разных четыре программах, которые миссионерская школа имеет, разные даты, когда начинаются. Дорогие друзья, я хочу сказать, это великое благословение. Если нет возможности на аж 4 месяца, как сказали с Алфандающим, на 10 дней можно взять, может, время с работы, это будет великая такая поддержка духовная, где можно найти это личное отношение с Богом, который, это твердое основание, который даст эту силу идти дальше по этому христианскому пути, стоять твердо с Христом, с этим личным общением Божьим, а не просто так, чтобы посещать церковь. Дорогие друзья, хочу пригласить вас всех, можете зайти на тот веб-сайт, можете посмотреть, а также хочу пользоваться этой возможности напомнить и главный веб-сайт и номер телефона миссии. Вы смотрите сейчас «Миссия Бог усмотрит», наш веб-сайт www.gwprovide.org и номер телефона 503-761-6161. Так, братья, я хочу тоже задать такой вопрос, что мы уже напомнили, что подметили, что уже 16 рэп-центров есть у нас или вот эта миссия, которую Бог открыл. Ну, у меня такой вопрос задается, и я знаю, что намечаются больше тоже открытия. Почему именно столько много надо этих рэп-центров везде открывать? Есть ли в этом такая действительно нужда? Можете подметить насчет этого? Скажи, сколько ты лет прожил в центре? Объясни вообще, как твое было начало, хотелось бы узнать, чтобы ты рассказал, как ты с Денисом прожил и вот до сих пор. Да, Господь очень интересно сделал. Я даже не думал, что Господь бывшего наркомана, бывшего человека, который просто был полностью разбитый в жизни, без всякой надежды, что Господь может подготовить к славному труду, и что Бог что-то общего желает иметь с людьми, на которых все поставят крест. Вот, было время моей жизни ни на что не был способен, ни на какое доброе дело, но Господь, Он по своей милости дал мне покаяние, Он меня спас, Он меня поднял и направил к брату Пети. Вот, и почему я очень люблю брата Петю, почему нас завет любви, почему мы готовы жизнь положить за друг друга, вот, потому что Он стал для меня духовным Отцом. Он взял меня под свое крыло, можно так сказать, и Он был духовным Отцом для меня, и Он начал просто давать мне нужную опеку, направление в жизни моей. Вот, и это очень важно сегодня, чтобы были духовные Отцы в каждой Церкви, чтобы когда люди каялись, чтобы когда пройдут эмоции и чувства, и этот пир блудного сына, вот, чтобы был наставник и попечитель, который смог бы помогать дальше возрастать и дальше направлять этого человека, вот, потому что у меня было много вопросов, я имел много недостатков, и Господь начал вести таким путем, и мы открыли центр 1 августа 2005 года, мы купили дом, и 7 августа 2005 года я вселился в этот дом, и не имея опыта, не закончив библейскую школу, просто зная силу молитвы, силу поста, и силу потаенной комнаты, после года покаяния, даже может быть чуть меньше, Господь вручил такое славное служение, и мы начали его, я и там еще один брат Денис Ироткин, мы вселились в этот дом и начали жить там, и Бог начал направлять людей, и что интересно, мы не знали, что есть одержимые люди, мы не знали, что, как работать с людьми, которые имеют искалеченные судьбы, но когда мы были в молитвах и постах, то мы встречались и с одержимыми, и чистыми духами, и разные страшные, вот судьбы искалеченные, и Господь через пост и молитву и просвещение разума Словом Божьим давал и покаяние, и освобождение, и восстановление, и врачевание сердца, и это все делает благодать Божья, поэтому апостол Павел говорит, я более всех потрудился, впрочем, не я, но благодать Божья, которая дана мне, вот, и Господь начал вести в этом служении, и мы начали, когда дом этот был полный, и очередь росла, мы начали молиться о втором центре, и мы взяли пост, Господь нам дал второй центр, люди начали жертвовать, мы купили второй дом, потом женский центр открылся, мы увидели очень большую нужду в женском центре, и я вспоминаю, мы нашли один дом в Портленде, вот, и этот дом в рент один брат хотел нам дать, он тоже христианин, за 1500 долларов в месяц, и я помню, мы в Монтане с братом Петей были проездом, мы зашли в маленькую церковь среди недели, там было, может быть, человек 15 или 20, и брат Петя мне ничего не говорил, но он поставил тайно пред Господом знамение, говорит, Господи, если ты действительно хочешь, чтобы открылся женский центр, то пусть эта маленькая церковь, эти люди, которые пришли на буднем дне, пусть они соберут нам сбор 1500 долларов, и это будет знамение, что нам нужен центр женский открывать, и в тот день тысячу ровно 500 долларов собрала эта маленькая группа, и открылся женский центр, и Бог начал дальше вести, начал давать великую благодать для освобождения людей, и чем успех пришел, что нам Бог показал, что пройдя программу реабилитации, это только пол сражения, это только пол битвы, а потом люди подходят и говорят, а что мне делать в своей жизни, вот, и слава Богу, что мы открыли церковь, и студенты на программе реабилитации, они знали своего пастыря, брат Петя проезжал, исповеди проводил, молитвы, душепопечительство, церковь была заинтересована в ихнем духовном возрасте, церковь их подключала в труд, церковь заботилась о них, это эти люди с прошлым, они вливались в церковь, в молодежь вливались, принимали водное крещение, но этого не было достаточно, и они говорили, а где мне трудиться, где мне проявить себя, и поэтому Господь открыл Индию, потом Бог открыл Африку, и бывшие наркоманы начали наполнять миссионерские поля, они начали занимать служение в церкви поместной, где только можно было, ашеры, вот, что просаживать людей, за аппаратурой, проповедовать начали, но все служения, и потом Бог переключил на эти страны, и твой вопрос, зачем нужно найти так много центров, если посмотреть, вот, в Америке на данный момент 12 или 13 центров реабилитации у нас есть, и их недостаточно, мне кажется, что каждая церковь в Америке должна иметь реп-центр, это не есть соперничество, здесь нету сравнивания компотечи никакого, это форма евангелизации, и поэтому в каждом городе должны быть славянские, русскоговорящие центры реабилитации, и мы только радуемся, когда другие миссии, другие церкви их открывают, и когда нам приезжают братья с других церквей, и говорят, помогите нам, расскажите, какое ведение, как это все работает, какие внутренние вопросы, мы с радостью достаем все бумаги, все правила, все распорядки дня, все, что только Бог нам за эти 10 лет научил, мы делимся и говорим, давайте, братья, вперед, открывайте, потому что в каждом городе десятки тысяч погибающих людей от наркотиков, не только славян, мы не только, мы поначалу только на славян ориентировались, сейчас у нас есть и мексиканцы, и черные, и азиаты, азианс, и славяне есть, с разных наций, у нас люди на программе реабилитации, поэтому Bible Stories приходится менять, библейские часы, по-английски, иногда с переводом, в каждой церкви у нас наушники есть перевод, последняя проповедь напрямую через перевод, мы ориентируемся на спасение людей, это то, что Иисус Христос сказал, и поэтому наше ведение, что недостаточно тех центров, которые мы имеем, потому что примерно я не ошибусь, не солгу, и не приукрашиваю, если скажу, что даже с ожалением в церквях 50% молодежи или пробовали наркотики, или зависимы, и это только в церквях, а за церквями в high school, в школах, везде очень много наркоманов, они на улицах, они везде, и поэтому это служение необходимо, как я говорил, где умножается беззаконие, дьявол использует эту тактику, чтобы уловить людей, призабилует благодать, Бог дает благодать через реп-центры, чтобы подавать этим людям помощь, и поэтому я думаю, что мы никогда не остановимся открывать реп-центры, у нас только одна проблема, недостатка служителей, недостатка служителей, поэтому мы сейчас открываем один центр, может быть будет это в Калифорнии здесь, для подготовки служителей, когда заканчивают братья и сестры программу реабилитации и хотят дальше служить, мы их будем посылать туда, и мы будем их подготавливать и обучать, чтобы они могли потом нести служение и открывать новые центры по всем городам, не только в Америке, в других странах также, и мы видим, что это угодно Богу, Бог дает благодать, Бог дает дома, вот, или покупаем, или жертвует, мы видим устройство во всех этих вопросах, единственная проблема, что недостаток служителей. Да, дорогие друзья, мы как видим, это очень-таки огромная нужда, кричащая, можно сказать, нужда этих рэп-центров, а вот этом служении, как брат Джанка, о чем уже подметил, что в каждом церкви тоже надо, чтобы был этот рэп-центр, дорогие друзья, если вас тоже Бог побуждает для этого служения, вы можете не знать, откуда, что начать, я хочу еще раз запомнить номер телефона, можете обратиться тоже, и мы будем тоже рады и трудиться вместе, рады помочь, а номер телефона 503-761-6161, 503-761, 603-761-6161, Брат Джан, ты подметил такую очень, как бы, удивительную статистику, что тоже это, смотришь вокруг, да, действительно, видишь, сколько людей погибает в наркоте, а если так подумать, если в каждом городе тысячи или десятки тысяч людей, откуда это все берется, что люди, зачем люди, например, лезут туда, ты умеешь, может, какое-то представление или объяснение насчет этого, почему именно вот такое преизобийствует в этом мире сейчас? во-первых, духовный мир, и Слово Божье говорит, наша брань не против плоти и крови, но против начальств, властей, мироправителей, тьмы века сего, против духов зловы поднебесной, вот, и мы можем винить государство, мы можем винить там drug dealers, наркоторговцев, мы можем говорить, что Америка на границе с Мексикой, и поэтому много наркотиков приходят с Мексики, но главная проблема в том, что дьявол имеет свои коварные тактики, и сегодня враг, он действует, и сатана использует это, он нашел вот именно способ, чтобы людей поработить, и поэтому мы видим такую огромную проблему, раньше, может быть, об этом даже не знали, не думали, но мы живем в последнее время, где враг свирепел, где он по-особенному сейчас действует, чтобы губить людей, и поэтому мы встречаемся с этой проблемой, вот, но Господь, Он дает свою благодать. Слава Богу, да, и как мы общаясь, я заметил, что вы тоже подметили, что очень важно, даже Бог побудил вас, когда открывай и открыли рабцентр, чтобы была церковь. А почему именно вы считаете, что нужна церковь при каждом рабцентре, или почему вы считаете, что надо столько церкви открывать? Вы как открываете в разных городах рабцентр, всегда я замечаю, при рабцентре открывается другая церковь. Я думаю, я не единственный человек, который задает вопрос, зачем открывать церковь, где уже может есть много славянских церквей, зачем какую-то еще одну церковь? Почему для этих людей, которые проходят программу, как бы недостаточно какой-то церкви там, и именно должна быть церковь? Можете чуть-чуть объяснить это, рассказать об этом? Да, можем и объясним. Слава Иисусу! Благодарю! Значит, вот недавно мы приехали из Колорадо, слезы, плач, горе, говорит, приедьте, откройте рабцентр. Я спросил, сколько здесь есть наркоманов русских? Говорит, я не ошибусь, тысяча. Я говорю, ты что, что шутишь? Я говорю, я серьезно? Говорю, тысяча наркоманов. И присобрались туда матери, собрались отцы, говорят, откройте здесь центр реабилитации, но мы говорим, мы не можем открывать центр реабилитации, только, а мы открываем и церковь. Почему? Говорят, что мы приезжаем на новые места, и как бы есть некоторые даже обиды, что вроде как мы открыли церковь, и из других церквей приходят нашу церковь, особенно молодежь. Не потому, что мы там, допустим, хотим какую-то церковь разрушить или что-то унести там, а просто мы хотим объяснить, что мы безвыходное положение, мы не можем открыть центр реабилитации в этом городе, вот, мы должны открыть также и церковь там, потому, что люди, которые приходят в центр реабилитации, это специфический, совсем другого направления труд, это особый народ, это народ, который, можно сказать, они зашли в спиритис, они зашли в духовный мир, они бедство видят, они видят провода, они видят все, понимаете, вот это все у них, и посадить человека, который, понимаешь, три образования, и вместе с этим, они не совместимы, почему нужны люди, которые такого направления, вот, ну, естественно, вот, когда они поднимаются, вот, они стоят красивыми парнями, и смотрят с других церквей, сестры подъезжают туда, пьют чай, кофе, знакомятся, женятся, и получается вот так, таким образом, вот такие живые церкви молодые, потому, не потому, что мы там хотим вот разрушить какое-то служение, мы просто делаем это от чистого сердца, от чистой души, и открывая центр реабилитации, мы должны открывать также церковь, потому, там есть, у нас три направления, один человек у нас открывает как бы центр, и мы ставим директора центра там, другой человек, он с миссией работает, вот, а третье, мы посылаем пастыря церкви, молодых братьев, которые уже есть какой-то опыт, чтобы они могли вести дело Божье, таким образом мы открываем по всем городам церкви и центры реабилитации. Хорошо. Я, извиняюсь, добавлю кратко, когда Иисус исцелил Лазаря, Он дал поручение сестрам Его, и говорит, вы развяжите его, чтобы он мог идти, на нем были еще погребальные пелена, Иисус воскрешает людей из мертвых, Он дает покаяние, но задача церкви, чтобы этих людей еще развязать, чтобы они могли идти. И поэтому, как маленький ребенок, когда только делает первые шаги, он еще может упасть, и только несколько шагов сделает. Вот такой интересный пример брат Петю поделился, он услышал. вот, но когда он первые шаги сделает, то люди, его родители и братья и сестры, они радуются и хлопают и говорят, молодец, смотрите, он ходит, и точно так церковь должна быть ориентирована на евангелизацию, чтобы не смотреть на них с коса, вот, а что эти наркоманы, а что с грязи в князи, вот, как он будет меня учить за кафедрой, я всю жизнь верующий, нет, из-за этого многие церкви, они не смогут нести это служение, там слишком много людей регулиозных, которые не смогут вмещать грешников, я говорю так, как есть, поэтому нужны церкви, которые будут вмещать этих людей, которые будут за них радоваться, которые будут за них будут ревновать о них, будут поддерживать их, будут молиться за этих людей, и таким образом эти люди будут видеть, о, я здесь нужен в этой церкви, о, посмотрите, в конце служения пастырь молится за нас, он молится за центр, и когда мы только открыли центр, то нам сказал епископ, вам нужна церковь, и мы ему сказали, мы не можем открывать церковь, как это, ну вот центр, мы в центре, Бог открыл центр, он говорит, нет, центр должен, эти студенты, они должны знать своего пастыря, они, это должна быть их семья, они должны знать, где они будут принимать водное крещение, где они будут жениться, где они будут трудиться, и поэтому вам необходимо открыть церковь, и поэтому вот в каждом центре, который есть, пастыря, они опекают этот центр, они проезжают туда, они поддерживают братьев, они за них молятся, и эти студенты, у них есть намного больше шанса восстановиться и влиться общества, если будет церковь, которая настроена на евангелизацию, и которая будет поддерживать поместные центры реабилитации, поэтому мы открываем церковь, нам безразлично, если есть там хор, или нету там хора, если там много людей, или мало будет людей в этих церквях, мы открываем церковь, вот, чтобы спасать людей, чтобы ориентироваться на евангелизацию, и поэтому мы открываем церковь, И мы видим в этом устройство великое. Господь нам дал такой экземпляр, такое ведение, и мы видим, что это угодно Господу. Поэтому везде, где мы открываем центра, мы также и открываем церковь. Я еще хочу подметить, что эти церкви, они твердые, и они, можно сказать, ни одна не развалилась и не развалятся. Почему? Потому что они начинаются с самого нуля, и с людей самого низкого класса, которые были забыты людьми, но они были не забыты Господом. И потому они, можно сказать, растут очень медленно, но уверенно и твердо. Потому что люди собраны не с других церков, но даже не заинтересованы, чтобы с других церквей приходили, потому что у них другие ведения, особенно старшие люди, они уже выросшие, они уже знают, куда идти, что делать. Поэтому наша цель – это поднять с центров реабилитации братьев, сестер, а также поднять погибших. И интересно, что в эти церкви, которые открыты в Срединных Штатах, их уже восемь, в Агайо, в Бойзи, в Нью-Йорке, Джанни является пастором в Нью-Йорке, в двух местах он трудится просто за не менее времени рассказывать. Вот, также в Эврике, в Сакраменто здесь есть уже два центра реабилитации, церковь в Портлине, то вот так вот. Слава Богу. Я хочу сказать, что, естественно, есть единомысленники, которые сидят в своих церквях и которые видят труд и говорят, мы хотим что-то делать для Бога. Мы устали сидеть 20 лет на скамейке, мы хотим где-то проявить себя. И приходят и бизнесмены, и семейные люди, и старшие, и молодые, которые хотят проявить себя в труде. Вот, и поэтому люди идут. И по местной церкви, допустим, в Нью-Йорке, у нас уличная евангелизация, в метро, в Сабу, и мы проповедуем каждую субботу в университете. А когда зима подходит, одеваем бомжов, кормим их. Я помню, первый раз в Филадельфии, в центре города, 70 бутербродов сделали. И мы едем туда и думаем, Господи, а где мы этих бездомных найдем? Как мы раздадим? За 20 минут размели эти бутерброды. Мы увидели, что это служение угодно Господу. И различные служения потом по местной церкви в тех городах, они начинают исполнять. В shelters, там, где бездомные живут зимой, наши братья начинают подстригать людей. И просто эти служения, они разрастаются, и по местной церкви становятся очень твердые, и приходят люди, которые хотят трудиться. Хотя, может быть, их немного приходит, но церковь, как брат Петя говорит, они уверенно растут, и приходят единомысленники, которые хотят трудиться. Хорошо. Спасибо, дядя Катя, спасибо, брат Петр. Я как понял, что даже цель этой церкви, это не просто открыть церковь, а это именно своеобразное служение, типа взрастить этих людей, чтобы были люди, как бы, духовные отцы, как я понял, чтобы это, как бы, свое целенаправлено. Это, я понял, никакая не конкуренция, а просто служение, продолжение служения рэп-центра, как я понял. И, дорогие друзья, конечно, у нас час так очень быстро пролетел, я тоже не заметил, что уже есть много о чем говорить. Мы можем продолжать говорить, мы можем продолжать свидетельствовать, мы можем продолжать говорить даже ведение, почему, как бы, идет так служение, как оно идет. Дорогие друзья, ну, конечно, у нас при такого короткого времени у нас нет возможности. Я просто хочу попросить, чтобы вы просто продолжали молиться в вот этих церквях, молиться рэп-центров, молиться служения, служителей и миссионеров, чтобы дело Божие на Даши простиралось, чтобы на Даши, ну, разрасталось. И я надеюсь, что это не было просто какой-то час информации какой-то, ну, может быть, чтобы побудить людей тоже для труда. И если вас Господь побуждает, пожалуйста, дорогие друзья, можете присоединяться. Божьих вам благословений! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok